Придется начать с воспоминания. В середине восьмидесятых годов я оказался в доме Алисы Мандель, дочери Семена Соломоновича Манделя. Семена Соломоновича уже не было на свете, но я сразу понял, что это квартира театрального художника. Во-первых, по стенам висело огромное количество эскизов декораций, эскизов костюмов. К тому же в этой квартире были такие удивительные подробности. Например, там было огромное зеркало, которое заменяло дверь в ванну. То есть ты входил открывал эту дверь и оказывался в зеркалье. Или, например, на кухне в этой квартире висела такая странная люстра. И потом, когда я рассматривал разные эскизы декораций Семена Соломоновича, я понял, что эта люстра похожа на ту, которая планировалась для спектакля Ромео Джульетта, поставленного Игорем Петровичем Владимировым. К тому времени, когда я появился в доме Алисы, Семена Соломоновича начали постепенно забывать. Но я еще помнил то время, когда улицы Петербурга были неотделимы от афиш Семена Соломоновича. Они висели буквально повсюду, потому что он работал в огромном количестве театров. Практически во всех питерских театрах он делал декорации или делал афиши для спектаклей. Даже, кажется, один раз видел самого Семена Соломоновича, значит, такой тихий, скромный человек, лысыватый, вышел на сцену и встал рядом с участниками спектакля. Но как-то так получилось, что об этом художники не вспоминали, не писали о нем книг, диссертаций, не устраивали его выставок. Через почти 50 лет после его смерти театральный музей устраивает большую выставку Манделя, в котором мы можем увидеть все этапы его биографии. Родился он в 2007 году в Жмеринке, это такое украинское местечко. Как-то так вот сразу этот молодой человек ощутил себя театральным художником. То есть не просто художником, а художником театральным. В Жмеринке показать себя в качестве театрального художника было невозможно. Вот 18-летний Мандель приезжает в Винницу, там слава богу есть театр, там есть даже хореографический коллектив. Для этого хореографического коллектива он создает декорацию и более того, он впервые видит свое имя крупно набранным на афише. Такое сильное впечатление для совсем молодого человека, который только-только вступает в жизнь. Но, конечно, цель его не Винница. Цель его Киев, город, который можно назвать одной из столиц русского авангарда. В Киеве авангардное искусство ценят, понимают и создают. Другое дело, что Культурлига, такое объединение радикальных художников, к этому времени уже не существует. Лидеры этого движения Александр Тышлер, Соломон Некритин и Исаак Рабинович переехали в Москву. Но зато существует художественный институт, в котором основные позиции держит Михаил Байчук, великий украинский художник, лидер украинского авангарда. Кстати, от Байчука буквально рукой подать до Пикассо, до Хайма Сутина, до Марка Шагала. Дело в том, что Байчук начинал свою деятельность в Париже, где он подружился вот с лидерами парижской школы. Но самое, конечно, для нас главное в этом Киевском художественном институте, это то, что кино, фото, театральное отделение возглавляет Владимир Татлин, который создал знаменитую башню третьего интернационала. Уроки Татлина объясняют, откуда у Мандалева такая замечательная конструктивность. В каждой его декорации видно, что он умеет строить композицию, как он замечательно соединяет самые разные предметы, и как из этих самых сочетаний выходит некое целое. Конечно, можем привести огромное количество примеров, по сути дела любая мандалевская декорация об этом свидетельствует. Но вот пример. Вот Мандаль у себя дома фотографируется. Ну, казалось бы, ну что фотография? Порадовать близких или там каких-то знакомых. А вот Мандаль эту фотографию выстраивает. Мы видим, что спинка кресла становится вроде как задником, мы видим, как рифмуется обивка задника и носки. Мандаль специально сидит таким образом, чтобы были видны его носки. И даже шляпа, которая оказалась бы тут совсем ни при чем, оказывается абсолютно на месте, потому что благодаря какого рода подробностям возникает некий образ. Кроме конструктивности, конечно, важнейшего его качества, Мандаль обладал такой замечательной пластичностью. Когда ты работаешь с большим количеством самых разных режиссеров, у которых свои вкусы, свои представления и свои требования, нужно обладать такой максимальной пластичностью. Вот тем самым, о чем совсем по другому поводу Виктор Шкловский сказал так. Он сказал, что вот он, мол, Шкловский умеет внашиваться в любую обувь. Вот Мандаль тоже умел внашиваться в любую обувь. Мандаль в каждом театре, в котором он работал, оказывался своим, чувствовал себя как дома. И действительно, никаких противоречий ни с театром, ни с режиссером, которые с ним работали, насколько мне известно, у него не было. Конечно, для того, чтобы быть таким бесконфликтным человеком, нужно обладать очень пластичным характером. То есть, для того, чтобы быть пластичным на сцене, надо быть пластичным и в жизни. И Мандаль, действительно, вот, судя по тому, что о нем рассказывают, был такой всеобщий друг. Все были готовы ему помочь, все приходили на помощь. Абсолютно все, вне зависимости от его возраста и положения, называли его Сенечкой. Он был веселый человек, он был из тех театральных людей, которые буквально ко всему прибавят шутку. И вот об этой самой атмосфере, которая вокруг него создавалась, свидетельствует письмо. Это подлинное письмо Игоря Петровича Владимирова Семену Соломоновичу. Это 59-й год, июль месяц. Игорь Петрович находится в это время в Чебоксарах на съемках. Дорогой Семен Соломонович, пишет вам некий режиссер, стажер Владимиров Игорь Петрович, пишет из далеких Чебоксар, где он сейчас временно пребывает. Уезжая, не успел я позвонить вам и попрощаться. Я понимаю, этот факт вряд ли сильно вас расстроит, однако, прежде всего разрешите выразить надежду, что вы пребываете в полном здравии. Понимаю, что дела ваши с обкомом трижды краснознаменного ленинградского комсомола не улучшили ни кардиограммы, ни пульса, ни обмена веществ. Звонил мне Рубин Милонов, секретарь, и просто погибал от студа. Его тоже поставили в весьма затруднительное положение. Что касается санатория, то он клялся, что постарается. Здесь жарко. 12-го я уезжаю в Запорожье на съемки очередного шедевра. Прежде чем Никоненко, художник Диной, потом, надеюсь, к 1 августа попасть в Ялту, дом отдыха. Вернусь обратно в середине сентября, и тут мы обязательно встретимся, и я вам расскажу все сплетни, которые будут мне к этому времени известны. Видимо, много работать все-таки нельзя. Вот я здесь всего 4 дня, но расклеился полностью. Чувство ответственности кончилось, нервы сработали, и у меня сейчас некий сплин. Смотри, Пушкин, Евгений Онегин. Бедные киношники, как они заставят меня работать? Ума не приналожу, я уже полностью перенастроился на отпуск. Видел в Москве ГАА, то есть Георгия Александровича, побоялся писать Гогу. Он в великолепном настроении, в упоении от Парижа, говорит, все в порядке, прошли хорошо. У нас теперь с ним разговор будет строиться по такому принципу. Когда спляс конкорд свильнешь налево, не находя до церкви святой Мадлен, по левой руке, подождите, подождите, ах да, конечно, по левой находится ресторан Максим. Так вот, захожу я к Максиму и так далее. Впрочем, он скоро будет в Ленинграде и, наверное, сам вам позвонит и расскажет о своей поездке. Ну и так далее. Значит, тут есть несколько вещей, которые надо прокомментировать. Ну, во-первых, почему Владимиров режиссер-стажер? Он действительно начинал как режиссер-стажер, если так было по штатному расписанию, в Большом драматическом театре. Потом тут упомянут некто Рубин Милонов. Это еще один в этом письме, кроме Игоря Петровича, мне знакомый человек. Я его знал директором молодежного театра, но начинал он как секретарь обкома комсомола. Вообще письмо замечательно, такое любопытное. В том смысле, что оно вот передает как бы атмосферу этого времени. Мы из этого письма узнаем, что было неприятное начальство, и, как видно, это неприятное начальство совершило очередную пакость, о чем Игорь Петрович и сообщает, и как бы выражает таким образом свое соболезнование Мандалю. Из этого письма, конечно, следует, что вот как бы приоткрылся железный занавес, и впервые театр, ну, большой драматический в данном случае, отправился в далекую заграницу, в Париж. Из этого письма следует, что Тавтоногов действительно становится таким реальным хозяином театрального Ленинграда. Мандаль работал не только как театральный художник. Кроме театральных декораций он создавал замечательные скульптуры на даче. Жалко, что эти прекрасные вещи, которые могли бы находиться в самых крупных музеях, и сейчас продолжают находиться на его даче, значит, Комарова. Но нас с вами вот сейчас интересует скульптура, которая располагается на фасаде его дачи. Значит, это скульптура, которую изображает Тавтоногова. Вместо тела лестница, вместо одного глаза патрон от лампочки, который покрашен в красный цвет. Перекладины напоминают застежки на гусарских мундирах. Его голову украшает корона. Лестница славы Тавтоногова, это в то же время лестница славы Мандаля. Конечно, многое у него было и до Тавтоногова, и работа с Владимировым, работа с Райкиным, работа с Утёхицем. Масса была разных талантов на его пути, но все-таки коронует он Тавтоногова, и это нужно специально отметить. Мандаля умер в 1974 году, и в конце его жизни начали появляться художники, которые меньше рисовали, некоторые и совсем не рисовали, а больше придумывали. Среди них были абсолютно гениальные изобретатели, можно даже сказать инженеры, но живописцев среди них, в общем, немного. Можно сказать, что Мандаля был одним из последних живописцев в том ряду, который начинает Александр Головин, Лев Бакс, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова